Лекция по Бхагавадгите «Как она есть» Глава 16, текст из 13 по 15 Прочитана его божественной милостью Аче Бхактивидантой с вами Прабхупадой 8 февраля 1975 года на Гавайях Сегодня, думает демон, я получил хорошую прибыль Когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем оно станет еще больше Этот был моим врагом, и я убил его Та же участь ожидает и остальных Я хозяин всего, я наслаждаюсь жизнью Я достиг совершенства, обрел могущество и счастье Я богаче всех, и меня окружают знатные родственники В мире нет никого могущественнее и счастливее меня Я буду совершать жертвоприношения, раздавать пожертвования и радоваться жизни Так эти люди становятся жертвами собственного невежества ИДАМ АДДВАЯ РАБДХАМ ИМАМ ПРАПСЕМАНОРАТХАМ Вчера вечером мы говорили о психологии демонов Он не знает, что пока человек стремится обрести все больше материальных вещей Он все глубже запутывается в материальном мире Кришна так добр Он предоставляет мне свободу наслаждаться материальным миром Но из-за своих поступков я запутываюсь Пока у меня сохраняется даже незначительное желание наслаждаться материальным миром Мне придется принимать соответствующее тело Таков закон природы Мукти Мукти Освобождение Это когда вы действительно освободитесь от всех материальных желаний Уровень мукти Это бхакти-йога Отсутствие желаний Не означает отсутствие желания служить Кришне Это настоящее желание Другие желания материальные Искусственные Это создание Кришны Когда все наши желания направлены на служение Кришне От желаний невозможно отказаться Это невозможно Желания останутся при нас Но в настоящий момент В обусловленном состоянии Мы неправильно направляем свои желания Беда в этом Поэтому Определение бхакти Это Аньабилашташуня Шуня означает ноль Это называется нирваной Философия Будды Призывает к нирване К отказу от желаний Такова их философия Из-за желания Вы запутываетесь Так избавьтесь от желаний Тогда вы не будете испытывать боль и наслаждение Отсутствие желаний Но это невозможно От желаний не деться никуда Я живой Я живое существо У меня должны быть желания Это признак жизни У камня нет желания Но живое существо Каким бы маленьким оно ни было Даже крошечный муравей Обладает желаниями Муравей узнает Что Где-то в другом Комнате А для него это расстояние 100 миль Ведь мир относительный Так что Для муравья Это комната От стены до стены Длиной 100 миль Да Потому что В этом мире Все относительно И зависит от размеров И расстояния Сейчас у нас есть Скоростные самолеты Расстояния сократились Расстояние От Гонолулу До Индии Если вы отправитесь Пешком Будет составлять 10 тысяч миль Но Оно 10 тысяч миль Но Благодаря Быстрому самолету Это расстояние Сократилось Так что Относительно Все относительно Вот что такое Относительный мир Профессор Айнштейн Объяснил закон Относительности Профессор Айнштейн Объяснил закон Относительности Итак Чтобы Добыть крупинку шахара Муравью Приходится преодолевать 100 миль По его меркам Но он пойдет Его толкает желание Вы сами это видели Положите сюда Немного сахара Муравьев Приглашать не нужно Они сами придут Они сразу узнают Например Из Европы Много людей Приехало в Америку Желая разбогатеть На добыче золота От желания не избавиться Желание есть у муравья У Господа Брамы У меня и у вас Избавляться от желаний Искусственно Это невозможно Поэтому Бхакти Предполагает Очищение желания Это Бхакти Сейчас мы желания смешаны с упадхами Обозначениями Я индейец У меня соответствующее желание А вы американцы И у вас другие желания Аналогично У кошки тоже есть свои кошачьи желания У собаки собачьи У каждого есть желания Разного рода желания У младенца свои младенческие желания У мальчика желания мальчика Желание зависит от тела Когда же мы поднимемся над телесными представлениями Мы окажемся на духовном уровне На этом уровне мы будем желать только служить Кришне Не нужно избавиться от желаний Нужно очистить желания Это Бхакти Нирма означает безупречное Кристально чистое Вот что необходимо Чувства останутся у нас Ум останется Разум останется Я останусь Все это останется Но Мы должны очистить желания Очистить их Демоны тоже желают Но Бадха Они обусловливают себя Но преданный Хотя и желает Обретают мукти Освобождение Поэтому В Бхагавадгите говорится Чыркярте карма аннатра карма бандхану Твой труд должен быть жертвоприношением Жертвоприношение Ягья Ягья Это удовлетворение Всевышнего Это жертва Я жертвую Своими удобствами Я иду на разного рода беспокойство Это не беспокойство Это наслаждение Например Мать идет на разные трудности Ради своего малыша Но она не считает это беспокойством Это наслаждение Если вы что-то делаете из любви Это наслаждение Это не беспокойство В трансцендентном мире Все что вы делаете Совершая преданное служение Приносит вам наслаждение Это не беспокойство Например Здесь вы танцуете На самом деле Для тела это беспокойство Потому что вы потеете Но вы не чувствуете беспокойство Вы чувствуете наслаждение В противном случае Зачем бы вы стали танцевать? Это трансцендентный уровень Демоны Демоны связаны материальными желаниями Но Желания преданных не связывают их В этом различии Это не порабощает Демоны Философы Майавади Не могут этого понять Они думают Почему эти люди Подвергают себя Таким трудностям Танцуют Прыгают Поэтому Им это не нравится Их это беспокоит Потому что они не очистились Принцип демонов Стать слугой своих желаний Но Если вы Поднялись на духовный уровень Все ваши желания Направлены на предное служение Господу Мы стремимся к этому Желания демонов Описаны здесь Тут Ничего не нужно объяснять У нас есть практический опыт В материальном мире Они постоянно думают Они постоянно думают Сегодня Я заработал 500 долларов Возможно больше Или меньше Майя лабдхам Означает Я обрел это А завтра Я сделаю еще больше денег Мой банковский счет Станет огромным Я обрету большую силу Идам Асти Сейчас у меня столько всего Но будет еще больше И счет мой увеличится Таким образом Я многократно Преумножу Своё богатство Они Не задаются вопросом Возросла ли их любовь к Кришне Но только Бхакта думает об этом Но Если Бхакти нет Человек думает О материальном преуспевании Он думает Что другие его враги В действительности На высоком уровне Сознание Преданный Никого не считает врагом Сама Сарвису Бхутесу Мадхвакти Лапти Пара Сама Он знает Никто не может стать моим врагом Если Кришна не пожелает этого Так Зачем мне Считать Кого-то Своим врагом Кришна Пожелал Чтобы Кто-то Поступил Как мой враг Чтобы Исправить меня Зачем Мне тогда Действовать против этого человека Конечно На таком уровне Находятся только Великие преданные Это не относится к обычному преданному Но Факт остается фактом Как Кто-то может стать моим врагом Если Я Слуга Кришны Как Может Кто-то стать моим врагом Если Кто-то действует Как мой враг Значит Такова Воля Кришны У меня есть Какие-то недостатки И Он исправляет меня Поэтому Это Называется Сама Сарвешу Бутишу Мадхакти Лапати Пара Так Думает Великий Преданный Но Если Мы Проповедуем Мы Должны спуститься на второй уровень В Духовной жизни Есть три уровня Первая Самая низкая ступень Средний уровень И самый высокий Такое Сознание Никто не является моим врагом Относится к высочайшему уровню Но это нельзя имитировать Когда вы проповедуете Вы должны Не зайти на второй уровень Даже если вы находитесь На высочайшем уровне Вам придется сойти на средний уровень Потому что вы должны Различать Это преданный Это демон На высшем уровне Нет таких понятий Как демон И преданный На высшем уровне Преданный Видит Что Все Служат Кришне Кроме Его Самого Так Рассуждает Величайший Преданный У меня Нет преданности Кришне Например Радхара не думает Все остальные С преданностью Служат Кришне Кроме Кроме меня Чайтанна Махапрабху Так сказал Чайтанна Махапрабху Чайтанна Махапрабху сказал У меня нет Не толики преданности Кришне Если вы спрашиваете меня Почему я плачу То я скажу Что это лишь на показ Так говорит Чайтанна Махапрабху Я плачу По Кришне Лишь для того Чтобы показать Как я велик Но В действительности У меня нет И крупицы Преданности Кришне Нет Ты такой Великий Преданный Все говорят Нет Все говорят Но это неправда Почему Потому что Я продолжаю жить Хотя Кришна Нет со мной Это подтверждает Что у меня нет Любви к Кришне Так сказал Чайтанна Махапрабху Так сказал Чайтанна Махапрабху Если бы у меня Была хотя бы Капля любви к Кришне Как бы я мог жить без него Такова любовь Кришне Как могу я жить Таково чувство разлуки с Кришной Это философия Чайтанна Махапрабху И Госвами следовали за ним Они никогда не говорили Что видели Кришну Никогда Чайтанна Махапрабху тоже сказал Мне снился Кришна Почему вы разбудили меня Я упустил такую возможность Но Госвами Говорили Они лишь чувствовали Разлуку Они жили во Вриндаване Но никогда Никто не слышал от них Вчера ночи Я видел как танцует Кришна Они никогда не говорили подобное Кришна Гопи Радхарани Где вы все Взывали они Где вы Либо Рядом с холмом Гвардхан Либо На берегу Емуны Где вы Это Бхаджан Преданность С чувством разлуки Так наше желание Будет возрастать Все сильнее Эта надежда Аша Это ожидание Приведет нас К вершинам Преданности Так что Вместо того Чтобы думать Как этот демон Сейчас у меня столько денег А будет еще больше Он мой враг Я убил одного из них Другой еще враг есть Вот что происходит на самом деле В материальном мире Мы должны это исправить Я самый богатый человек У меня столько друзей Аристократов Джанаван 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 Дханаван Дханаван Тот у кого есть богатство Джанаван Тот у кого есть люди Сила Известность Финансовые возможности Читани Махапрабу сказал На дханам на джанам на кавитам ваджа гадиша каме Это путь бхакти Демон думает У меня столько денег У меня столько друзей Столько Родственников Столько Членов Семьи Но Читани Махапрабу говорит обратное На дханам на джанам на сандаринг Кавитам ваджа гадиша каме Я не хочу Никаких мирских друзей Ни последователей Ни денег Я лишь хочу служить тебе Я только хочу служить тебе В этих трех стихах заключено все Итак Мы Рассказали о психологии демонов Но эти же желания можно трансформировать в преданное служение И тогда мы станем преданным или полубогом Завтра я уезжаю Завтра я уезжаю Вы остаетесь здесь Постарайтесь стать преданными И не мыслить подобно демонам Это нам не поможет Ибо тогда Ашапаша шатая Багдха Мы так и останемся Останемся Связанными материальными законами Желание не остановить Это невозможно Но можно очистить желания Очистите их Это означает Что Те же чаяния Те же надежды Изменят ваше положение И вы станете преданным Это поможет вам достичь в жизни успеха Спасибо вам большое